Оренбургская область 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 то былое, слава Богу, но это надо же делать, возрождать по всей России. Ну и что касается непосредственно театральной жизни, насколько сегодня у региональных театров есть возможность выезжать на гастроли в другие регионы, в столицы? Только что недавно прошел по инициативе нашего Иоанна Александровича Берга международный фестиваль привозных театров. И ведь приехали критики, знаменитые критики по всему миру. Мне, может быть, немножко неловко, но они говорили, что Шукшин, милые люди, наш спектакль гораздо глубже и сильнее, чем московский. А почему бы и этот спектакль мы не должны показать Москве? А мы, как потаенный сундук, внутри сундука действительно сокровище, его нигде не можем показать, потому что на гастроли мы не можем, у нас таких возможностей нет. А как раз Центр поддержки гастролей должны помочь нам показать лучшие спектакли, не только Оренбургского театра, но и вообще театров. Проблема обеспечения кадрами учреждений культуры – это тоже очень важно. Вот как вы решаете этот вопрос? Если бы мы не открыли театральный факультет, было бы сегодня того театра, который зритель с удовольствием смотрит? Нет, сегодня у меня 26 человек – это выпускники нашего института. И когда смотрит спектакль, вот только что Ивлек посмотрел «Милые люди» и был ошарашен. И он говорит, ребята, такого нет нигде, это столько молодежи. Это подпитывает нас, институт искусства. Спасибо им огромное. Без кадров, без профессионалов ничего не сделаем. На это тоже обратить надо внимание и обеспечить их элементарными какими-то житийскими условиями. Вот наша задача. Тогда мы получим многократно от них пользы для нашего общества. Ревкат Вакилович, спасибо за участие в нашем разговоре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова